Ситуация такая, я плыву, иду в Тубер море, не совсем в Тубер море, а иду на якорную стоянку под названием Tabot Bay. Это довольно интересный момент, когда мы посередине Джорджиан Бэй, даже не посередине еще, мы не прошли, я не прошел еще даже одну треть. Кстати, это мой первый первый выход в море, вообще совершенно в одиночку, вот, и вот исчезли всякие следы земли, и я в море один, море один, вот, совершенно ничего не видно вокруг, прекрасная, я имею ввиду прекрасная видимость, но земли не видно совсем, земли не видно совсем ни сзади, ни сбоку, ни впереди, вообще нигде, вот, и мы идем замечательно, идем пять с половиной углов, ветер немножко покрепчал, мы посмотрим, может быть надо будет немножко уменьшить количество парусов, вот, и хороший сейл пока что, никаких проблем, посмотрим, что это за якорная стоянка. Как и планировалось, я вышел из бухты, где поджидал подходящую погоду, в четверок рано утром, причем накануне вечера мне удалось выполнить заказ Марины и поймать хорошего басика, нам на ужин с воду. Идти предстояло долго, не меньше пятидесяти морских миль в открытом озере, и причем одному, так что имелось весьма сильное желание избежать сюрпризов от погоды, причем по максимуму, и это вполне удалось. Да, иду я практически, практически, почти что dead downwind, и, как видно, паруса находится wind downwind configuration, вот, и, что еще можно сказать? А, Динги привязаны новым интересным способом, в котором я пытаюсь сдемпфировать эти удары волн, когда following sees, и Динги начинает рашень по направлению к болту, и бьется об него, и дергает сильно веревки, вот, такая конструкция позволяет немножко смягчить эту ситуацию, и уменьшить нагрузки на те места, где деньги крепятся, собственно, к лодке, где веревки, которые тянут к лодке, крепятся к лодке. Вот, такой вот небольшой отчет, продолжаем цилить, посмотрим, что из этого всего выйдет. Так, ну я вижу перед собой Абат-Пет, и там наша Анка легче на птикице, до земли еще 16 миль, видимо, там довольно высокий холм, или что-то, что мы видим перед собой. Винт увеличился одно время, а узлов до 15 даже, я подумал немножко убрать парус, но не стал это делать, сейчас винт опять упал, и я думаю, что он совсем сдохнет довольно скоро, может быть, еще час удастся посейлить, не знаю. Да, последние несколько миль нужно было помоторить. Так, ситуация следующая, мы подплываем к этой Каббек-Хэт, в якорной стоянке, где-то она там, и вот она, final approach. Каббек-Хэт представляет собой очень хорошо защищенную бухту. Якорная стоянка довольно большая, и места хватает всем. Кристально чистая вода, и главное, тишина и покой. Что еще нужно усталому моряку после долгого перехода для восстановления сил? Утром в пятницу переход в Тубер-Море предстоял довольно простой. Ведь нужно было пройти немногим меньше 20 миль. Вот, и пройти себе вдоль берега при попутном ветре, это просто в удовольствие поселить. Небольшая заводь в городке Тубер-Море носит громкое название Little Tab Harbor. Но, к счастью, не служит укрытием для канадской неги. Именно сюда приходит паром с острова Манитурин. Когда он причаливает, к порту возникает суета и мельтешение. Залив полностью занят пирсами, маринами и другими портовыми сооружениями. И очень много основающих туда-сюда посудин всех мастей оттенок. Нам удалось немного понырять. На дне ничего особо красиво увидеть не получится. Все же вода, хоть и кристально прозрачная, но при этом уж очень холодная. И ну нет тут ни разноцветных кораллов, ни пестрых рыб. Вот есть бычки, кстати, очень вредные рыбы, которых рекомендуется уничтожать на месте. Конечно, их никто не трогает, это же Канада. Впрочем, обломки затонувших плавсредств присутствуют в изобилии и привлекают всяческих ныряльщиков. Вода, еще раз вернусь к этой важной теме, весьма холодная. На поверхности градусов 18, чуть поглубже, наверное, 15. Вот я попробовал занырнуть глубже, на 10-12 метров. Так, просто там, как стена из ледяной воды, градусов 5. Мой семимиловый костюм никак не спасает, и холод просто обжигает все тело. Абасик, которого я так удачно поймал накануне, был успешно пожарен, оказался весьма вкусным и, конечно, был съеден. В понедельник утром я решил начать свой путь назад по Ресам. По прогнозу, понедельник был единственным днем в ближайшем будущем, который обещал хоть какой-то попутный ветер. Какой-то-то да, но ветер должен был быть сильнее, чем накануне в четверг, когда я шел в Тоберморе. А пройти при этом предстояло немало. 60 миль до входа под защиту островов, которые немного севернее острова Шаванага, в районе, который еще называется по-другому, Пойнт-де-Барил. Однако дойти оттуда до Парисаунда было бы намного легче и менее проблематично с точки зрения погоды. Это Тоберморе уже скрылось там где-то за горизонтом, и мы видим последние острова тут еще на горизонте, и скоро они скроются, я сам садим, в этом замечательном море. Ветер, что у нас тут, узлов 15, волны некоторые метра полтора, может быть, что-то где барашки. И я иду на переднем парусе, только на одном полном переднем парусе, 5,5 узлов где-то, и все в порядке. Все, в общем-то, шло неплохо. Всказывался опыт по пересечению озера накануне, так как я не беспокоился из-за всяких пустяков, будь то волны или порывы ветра. Хотя ветер разгулялся, порывы достигали 25 узлов. Я не использовал грот вообще, передний парус в такой ситуации намного комфортнее и безопаснее. Несколько проблематично оказалась моя привязь к Динни. Все эти резинки, в конце концов, разлетелись в дребезги. Но, слава богу, все благополучно закончилось. Обошлось, так сказать, без потерь ценного оборудования. Последние 5 мили, все. Да, должен вам сказать, что сейл был очень интересный. Было очень занимательно смотреть, как у меня чуть не оторвало Динни. Волны по 2,5 метра и очень короткие. В общем, не скажешь, что было весело, но... Должно сказать, что Rush Decision сделал свою работу великолепно. Румачтый, румачтый.